Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, а вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и короткие обзоры на машины как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто давно подписан на наш канал, знают, что компания RDM Import занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске. Долгое время основу нашего ассортимента составляли автомобили с пробегом по России и без пробежки, которые мы привозили из Японии, соответственно, с правосторонним расположением рулевого управления. Но в последнее время тенденции рынка не обошлись стороной и нас. И все чаще у нас появляются автомобили так называемого параллельного импорта. Это новые машины, которые в большинстве своем привозятся из Объединенных Арабских Эмиратов. Среди этих моделей есть те, которые официально на российском рынке представлены не были. И сегодня в нашем обзоре один из таких вариантов. Chevrolet Captiva второе поколение. Chevrolet Captiva второго поколения – автомобиль, который не имеет ничего общего, кроме названия, с предшественником в кузове C-130 и C-140. Эта машина разрабатывалась концерном General Motors с нуля, причем ее родословно крайне интересно. Модель продавалась на рынке Арабских Эмиратов, на китайском рынке, правда, под собственным названием Baodun 530, который отличался несколько иным оформлением передка и чуть-чуть отличался по салону. Однако авторство этой модели все же стоит приписать концерну General Motors. В сборочной площадке, где выпускался этот автомобиль, также были многочисленные. Ее собирали в Китае, в том числе на рынок Арабских Эмиратов, в Индии, а также в Индонезии. Модель выпускается с 2019 года. Это сравнительно новая машина. Ну а по части выбора агрегатов у китайских товарищей выбор был между механической и роботизированной коробкой передач. На рынок Эмиратов машина шла только с вариаторной трансмиссией и без возможности выбирать двигатель. Здесь под капотом безальтернативно полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. На китайском рынке машина была доступна также с двигателем 1.8 на 132 лошади. Ну а привод у модели только на переднюю ось. Наш сегодняшний экземпляр 2022 года выпуска. Это новая машина, пробега на которой практически нет. Вторая коптива автомобиль довольно крупный. Длина этого кроссовера 4 метра 65 сантиметров. Ширина 1,83 метра, а высота 1,76 метра. Колесная база автомобиля 2,75, что больше, чем у некоторых седанов бизнес-класса. Ну а снаряженная масса 1550 килограмм. Максимально разрешенная 2,75, что как бы свидетельствует о том, что максимальная грузоподъемность этого автомобиля 525 килограмм. Несмотря на передний привод, вторая коптива получилась не слишком маневренной. Радиус разворота этого кроссовера почти 6 метров. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то окрашен этот автомобиль в разбросе от 85 до 102-105 микрон. Причем разброс показаний толщиномера здесь очень маленький. Соответственно, скорее всего, это говорит о высокой культуре производства и точности окрасочного оборудования. Примерно такой же небольшой разбег мы недавно наблюдали на практически новой Toyota RAV4 для японского рынка. Говорить о стойкости кузова этого автомобиля к коррозии пока преждевременно машины еще слишком свежие. И чтобы достоверно убедиться в том, как обстоят дела по этому аспекту, нужно выждать хотя бы лет 5-7. Однако на антикоррозийную обработку кузова мы обратим внимание, когда будем осматривать машину на подъемнике. Обзор внутреннего содержимого автомобиля начинаем по традиции с багажного отделения. Все-таки это кроссовер, а соответственно полноправный претендент на роль единственной машины в семье. Доступ в багажник нам открывает весьма увесистая крышка. И первое, что стоит отметить при даже поверхностном взгляде сюда, это большая погрузочная высота. Причем в этом случае безотносительно того, что автомобиль еще стоит на подъемнике. Что касается линейных размеров. Ширина проема багажника по его нижней части это 110 сантиметров. Высота багажного отделения до полки от фальшпола 46 сантиметров. Полезная длина по полу при поднятых спинках второго ряда это 87 сантиметров. Ну а ширина багажника понизу между пластиковыми отбортовками по бокам где-то около 1 метра 1 сантиметра. Если же вам надо увести особо длинный габаритный груз, вы можете сложить спинки сидения. Причем складываются они в этой машине ровно так же, как это происходит, например, в автомобиле Nissan X-Trail. Или в японском минивэне Toyota Vish. Сначала вперед опрокидывается подушка сидения, а следом складывается спинка. Причем, скорее всего, придется убирать подголовники. В целом здесь вы получаете практически ровный пол. И расстояние от задней стенки багажного отделения до переднего сидения в этом случае это практически 168 сантиметров. Ну а теперь про салон. Ощущение от нахождения здесь чем-то схоже с эмиратской Toyota Rush, обзор на которую мы выпускали на канале уже достаточно давно. Можете пересмотреть и сравнить. Это тоже автомобиль бюджетного класса, то есть это не премиальная модель. Соответственно, не надо ждать от этой машины какого-то супермягкого пластика. Это находит отражение и в материале дверной карты, и, собственно, в материале, из которого сделана приборная панель. Все это дело на ощупь жесткое. Единственное, вставки под кожу с прострочкой, похоже, действительно чем-то перетянуты. Этот материал гораздо мягче. Однако пластмасса по салону эконом-класса, и это видно. Хотя дизайн интерьера весьма и весьма симпатичный. Ну а дизайн самой приборной панели в плане шрифтов и выбора цветового оформления очень напоминает, например, Chevrolet Cruze, машину, крайне популярную на просторах бывшего СНГ. Что касается посадки. При росте 1,86 м мне удалось довольно быстро найти для себя удобное положение. Диапазон регулировок кресла, кстати, водительское сидение в данном случае оснащено электроприводом. В принципе, достаточен с поправкой на вертикальную посадку в этом кроссовере. Вот это максимально отодвинутое назад положение, при котором я вытягиваю левую ногу в колене и выпрямляю ее полностью. Если я вытяну носок ноги, я едва-едва коснусь пола салона. Так что в целом у рослых водителей с посадкой здесь не должно возникнуть проблем. Рулевая колонка, кстати, имеет регулировку. Правда, она механическая и регулируется только вверх-вниз. Регулировки по вылету здесь нет. Что касается опоры для локтей, и под правую, и под левую руку у нас присутствуют подлокотники. Причем и один, и второй обтянуты материалом, напоминающим кожу. Вопросов по их размещению здесь, в принципе, нет. Располагаются они там, где должны. Что касается органов управления. Блок стеклоподъемника в данном случае непривычно маленький на вид. Что-то подобное мы видим в чисто китайских автомобилях. Но и здесь к дизайну, скорее всего, тоже приложили руку китайцы. Кнопочки маленькие, но пользоваться ими, тем не менее, удобно. Крайне удобная ручка открывания-закрывания двери. Она весьма основательна и, в целом, подошла бы даже на более крупный внедорожник. Слева от руля у нас располагается блок управления зеркалами. В данном случае отдельная и очень большая, непривычно большая кнопка отвечает за складывание открытия зеркал. И привычный, в принципе, джойстик с переключателем между левым и правым зеркалом за регулировку. Также с этой стороны располагается корректор фар. На рулевом колесе, которое, кстати говоря, довольно удобное и имеет отделку материалом, опять же, напоминающим кожу. На левой стороне клавиша управления круиз-контролем и переключалки бортового меню. С правой стороны мультимедийная система плюс телефон. Снять, положить трубку. Заводится автомобиль у нас с кнопки. Кнопка запуска двигателя располагается в абсолютно слепой зоне. Ее практически ни при какой регулировке руля не видно, потому что она перекрывается рычажком управления стеклоочистителями. Но подрулевые переключатели здесь находятся, в принципе, на нормальном месте. И переключаются без дешевых пластмассовых щелчков. Переключатель дворников так и вообще практически бесшумен. Пользоваться ими приятно. Далее по центру у нас большой сенсорный экран мультимедийной системы, на которую выводится картинка с камеры заднего вида. Причем камера эта имеет разметку. Функций здесь не так, чтобы много. Современные магнитолы на базе андроида позволяют, в принципе, больше. Но самое основное, а именно подключение телефона, Bluetooth для музыки, здесь уже есть. Также есть функция CarPlay. Внизу под монитором на центральной консоли у нас располагается несколько клавиш. Не совсем понятно, зачем надо было разделять функции открыть-закрыть центральный замок по двум отдельным кнопкам. Но вот именно так это здесь реализовано, очевидно, для симметрии. По центру клавиша включение-выключение аварийной сигнализации. Далее отключение парктроников и система стабилизации. Ниже блок управления, напоминающий климат. Но на самом деле это обычный кондиционер. Авторежима здесь нет. Но реализовано это все довольно симпатично, интересно. Шрифт читаемый и управление вполне понятно. Причем клавиши различимы тактильно. Ошибиться при корректировке температуры воздуха или оборотов вентилятора здесь нельзя. Также в автомобиле присутствует подогрев боковых зеркал. Что довольно странно для эмиратской версии. С учетом отсутствия тут подогрева в сидении. Включается он, как и на Хондах, одновременно с подогревом заднего стекла. Перед селектором коробки передач мы видим разъем прикуривателя и два USB разъема для зарядки мобильных телефонов. Сам селектор здесь привычной формы. Это обычный рычаг с прямой прорезью. С возможностью перевести его в спортивный режим. С клавишей блокировки и двумя кнопками режима трансмиссии. Это зимний режим, либо режим экономичный. Ну и рядом с подстаканниками на центральном тоннеле у нас присутствуют клавиши электрического ручника и кнопка автохолд, которая опять же позволяет стоять в пробке при отпущенной педали тормоза. Машина трогается только в случае нажатия на педаль газа. Одними из первых эту функцию внедрил Lexus и VAG, ну а дальше подхватили прочие производители. И, кстати говоря, не зря. Функция действительно удобна. Ну и наверху у нас присутствуют две клавиши управления люком. Сам люк здесь очень небольшой по площади и эстетической нагрузки по большому счету не несет. Разве что его можно использовать для проветривания салона. По части подстаканников и бардачков дела обстоят следующим образом. Уже упомянутый двойной подстаканник на центральном тоннеле. Здесь есть бокс, правда он практически квадратная форма и не очень глубокий в центральном тоннеле. Опять же, штатный бардачок у нас позволяет размещать сюда документы формата А4, причем даже не складывая их вдвое, так что он достаточно неплох по объему. Ну а внизу дверных карт у нас присутствуют карманы, причем они довольно узкие. И хотя передняя часть кармашка отформована под бутылочку, есть большие сомнения, что стандартная бутылка шириной 0,5 литра туда поместится. По части обзорности вперед в этой машине вопросов очень мало. Здесь видимый капот, причем виден здесь и передний край, и боковые габариты. Сама передняя панель здесь плоская, выступает разве что козырек, и то не слишком высоко вверх, и монитор мультимедийной системы. Обзорность она здесь не ограничивает. Линия остекления в целом довольно-таки низкая, с поправкой на саму по себе высокую посадку в машине, а боковые зеркала, несмотря на заложенную к краю форму, довольно информативные. Пользоваться ими удобно и видно в них достаточно. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Что касается пространства, на втором ряду этой коптилы, места здесь на самом деле довольно много. Я сижу сам за собой, мой рост 1,86 м, при этом мои колени не то что не касаются переднего сидения, расстояние здесь больше 10 см, так что пространства по длине здесь достаточно. По высоте в принципе тоже. Само заднее сидение, хоть и отформовано визуально под двух пассажиров, по факту плоское. Три человека сядут свободно, при этом тоннель на полу не будет мешать среднему пассажиру, его здесь просто нет. Пол плоский, как в минивэне. Единственное, на что можно попенять конструкторам автомобиля в данном случае, это очень небольшое расстояние под сидением внизу, когда заталкиваешь ноги под переднее кресло, верхней частью стопы касаешься каркаса. Это не слишком удобно, поэтому ноги придется держать на полу, ну а бедро, соответственно, на весу, если вы человек большого роста. Что касается удобств сзади, спинки сидения у коптива можно регулировать от практически вертикального положения, но сомнительно, что кто-то будет так ездить, до откинутого назад полулежачего. И в таком положении сидеть здесь становится уже очень удобно. У задних пассажиров присутствует и свой подлокотник, причем довольно широкий. В нем есть отформованные места для стаканчиков, можно что-то сюда поставить. Подлокотник есть и с левой стороны, так что в случае, если вы отправляетесь в дальнюю дорогу, вам здесь будет очень даже неплохо. Из удобств для задних пассажиров, помимо стеклоподъемников и одного плафона освещения на двоих, также присутствуют дефлекторы, система вентиляции и один USB-разъем для зарядки мобильных устройств. Что касается двигателей на этом поколении коптивы, данный мотор представляет собой разработку корейского подразделения фирмы General Motors. Индекс этого двигателя LJO. Что представляет собой данный мотор? Это рядная четверка с чугунным блоком цилиндров. Мотор выдает 147 лошадиных сил и 230 ньютонометров крутящего момента при 3800 оборотов в минуту. В качестве нагнетателя здесь используется турбина, но при этом здесь нет новомодных технических решений. Например, впрыск топлива самый обычный распределенный. Никакого ТНВД на этом моторе нет. В отличие от атмосферных движков серии STEC 3, на данном двигателе компания все-таки применила фазовращатели на обоих распредвалах. Что касается гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, на данных двигателях их нет. Принцип регулировки подбор стаканчиков толкателей. Что касается системы зажигания, здесь индивидуальные катушки по одной на каждый цилиндр. Говорить о надежности данного силового агрегата пока преждевременно. Машины еще практически новые. Самая старая коптива второй генерации едва разменяла 4 года. Но, по крайней мере, судя по отзывам пока еще немногочисленных владельцев, каких-то проблем с данным двигателем они не испытывают. Если же брать за ориентир атмосферную версию этого двигателя, которая гораздо более распространена на корейских автомобилях от General Motors в нашей стране, можно сказать следующее. При осмотре подобной машины обращайте внимание на отсутствие течи по прокладке клапанных крышек и по сальникам мотора. Кстати, в приводе ГРМ на этом двигателе используется пластинчатая цепь. По данной силовой установке можно отметить, пожалуй, один недостаток или особенность, связанный с тем, на какой рынок ориентирована машина. Некоторые владельцы жалуются на то, что зимой в этой машине прохладно и прогревается силовая установка достаточно долго, что решается установкой выносного термостата на двигатель и еще одного маленького дополнительного термостата в контур охлаждения коробки передач. По умолчанию с завода здесь его нет, соответственно, антифриз постоянно циркулирует еще и через коробочный радиатор, что значительно замедляет прогрев. После установки дополнительных термостатов в салоне наступает долгожданная Африка, а мотор выходит на заданную рабочую температуру весьма быстро. Что касается заправочных объемов, объем заливаемого сюда масла 4 литра масловязкостью 5В30. Интервал замены с учетом наличия турбины 5000 км пробега, а вот бензин производитель допускает 92-й. Что касается расхода топлива, в городском цикле на практике этот автомобиль потребляет около 10 литров на сотню. Трассовый расход чуть меньше, порядка 7,5, что довольно неплохо по меркам автомобилей подобного класса и веса. Перед тем, как посмотреть на коптиву второй генерации снизу на подъемнике, давайте поговорим о дорожном просвете. По каталогу клиренс этой машины 180 мм и при первом взгляде на машину на подъемнике это похоже так и есть. Вооружимся рулеткой и проверим, где же здесь низшая точка и сколько до нее. Низшей точкой в данном случае будет пластиковая защита моторного отсека и каталожное значение слегка скромнее реального. Здесь 19 см. Что касается задней кромки переднего бампера, до него 23 см. До брызговичка на 3 см меньше, то есть ровно 20 см. Расстояние до брызговика за передним колесом 20 см, до порога 23 см. Задняя часть автомобиля находится в 27 см от поверхности асфальта, а до брызговика заднего бампера те же самые 27 см. При этом сзади за габарит бампера не выступает ничего, даже выхлопная система, глушитель которой расположен поперек, в данном случае спрятана внутрь среза бампера. И само днище у автомобиля также не имеет свисающих вниз частей, наподобие того, как это выглядит, например, на Nissan Murano. Все здесь аккуратно подобрано внутрь. Соответственно, несмотря на передний привод, благодаря огромному дорожному просвету, этот автомобиль кое-что может вне дороги. Что касается ходовой части второй коптивы, в данном случае ждать от автомобиля отточенной управляемости опрометчиво. Не тот класс автомобиля, да, и не то предназначение подвеска здесь на самом деле очень мягкая. Говорить о ресурсе компонентов этой ходовой части, опять же, пока еще слишком рано. Машины банально не накатали серьезные пробеги, да, и мало их пока в нашей стране. Что касается конструктива, рулевая рейка в данном случае у нас электрическая, соответственно, нет никаких шлангов, нет насоса ГУР и нет потенциальных проблем с ними. Передняя подвеска у автомобиля по конструкции, это Макферсон. Передние рычаги имеют нижние шаровые, которые здесь не то что запрессованы, а выполнены как единое целое с рычагом. Соответственно, менять в случае выхода шаровой из строя вам придется весь рычаг, альтернатив здесь не будет. Стабилизатор поперечной устойчивости, кстати говоря, несмотря на довольно тонкий прут, имеет крайне внушительные по размеру втулки. И доступ к ним, несмотря на то, что установлены они на подрамнике, здесь можно сказать эталонный. Для их замены с подрамником ничего делать не придется. Стойки стабилизатора, несмотря на большую длину, по сути выглядят как на обычной легковой машине. Кстати, никаких пластиковых защит по низу здесь нет, от слова совсем. Последнее, что мы здесь видим, это грязезащитный фартук под передним бампером. В плане обработки днища антикоррозийным составом можно констатировать, что несмотря на рынок, для которого эта машина предназначалась, задута антикорром здесь все достаточно основательно. Правда, не особо аккуратно. Практически не досталось антикоррозийной защиты передним лонжеронам. Все, что дальше подрамника, это просто окрашенный на заводе металл с некоторым количеством герметика, которым промазаны швы. Задняя подвеска в данном случае независимая, она выполнена на двойных поперечных рычагах. Нижние рычаги просто огромные по своим размерам и крайне массивные. Соответственно, здесь довольно большое количество сайлинг-блоков. И при осмотре подобных автомобилей, когда их пробеги перевалят тысячадек за 100-150, нужно будет обращать на исправность этих самых резинок внимание. Стабилизатор поперечной устойчивости сзади по своим габаритным размерам практически полностью повторяет передний. Единственное, что стойки стабилизатора здесь очень и очень короткие. Доступ для обслуживания, опять же, без всяких проблем. В задней части автомобиля мы видим топливный бак емкостью 52 литра. Бак металлический, правда, имеет антикоррозийную обработку с завода. А вот горловина этого самого бака в данном случае у нас резина пластиковая. Соответственно, ржаветь она не будет у вас никогда. И, опять же, возвращаясь к антикоррозийной обработке, в задней части автомобиля на усилителе бампера, на задних лонжеронах и, собственно, на тазике, также довольно приличное количество заводского антикора. Ну и в данном случае та самая банка глушителя, которая спрятана полностью в габарит заднего бампера. Таким мы увидели сегодня автомобиль Chevrolet Captiva второго поколения для рынка Арабских Эмиратов. Машина 2022 года, мотор 1,5 литра турбона, 147 лошадей, вариатор и передний привод. Если у вас есть такая машина, на которой вы уже какое-то время поездили, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобной модели, ваш комментарий может помочь сделать выбор. Ну а если вы заинтересовались конкретным автомобилем, который был сегодня на нашем подъемнике, всю интересующую вас информацию по машине, включая наличие ее у нас в компании RDM Import в городе Новосибирске, вы можете уточнить, воспользовавшись контактным телефоном в описании под видео. Разворачивайте описание, смотрите телефон, звоните, пишите. Спасибо, что смотрели. Если ролик вам понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok